гляньте на моих этих гирокаклов я у них убираю сейчас водичка не там пьют подлила им воды сейчас немножко уберусь хочу открыть не дают мне открыть насыпаем гляньте насыпаем сюда молоко наливая отруби там дырки такое они ныряют прям туда у него так кушает как положено вот так стать не вот так вот а наоборот как как будто ныряют купаться посмотрите какие-нибудь кормушка какая здоровая чтобы понимали кормушка она не маленькая и этим моим слонякам уже тоже получается им скажем сейчас уже 11 числа было два ну получается ну короче грубо говоря там без пару дней два с половиной месяца такие ребята айк бесится там столбиком пуль столбом стоит играются ужас я уже не знаю ну вот прямо ну видно гляньте куда поляка вот лучше света попал мяч дышать нечем так играться конечно вот они тут траву что не доедает они туда перри перекручивается и получается у них такая мягенькая постилочка отка мягкая мягкая она потихоньку сама тут сохнет вообще и не мокрая такая хорошая так что не надо солома уже кидать гляньте ну что ж такое ну хорошо кушает мне нравится вообще с молочком с козьим это вообще вещь вообще никакой комбикорм я вот смотрю гляньте на эту лучшую посмотрите на нее два с половиной месяца я не знаю сколько мне килограмм она серьезная такая женщина идито слушайте она у меня такая сейчас такая как у меня луна была четыре может немножко меньше но тоже такая здоровенькая женщина во первых они были всего их было пятеро они долго сосали сиську больше месяца да и плюс козье молоко пожалуйста вам результат так что все зависит от кормления изначально как старт дашь вот я им буду давать молоко поскольку будет молока у меня вот столько буду давать буду давать каждый день это их не белок это их не рост потому что ну дырки дырки отрубят рубями но без белка прости они не будут не свиноматка даже ленте больше чем крючок тут она у меня вообще такая хорошенькая мне даже такая машка не было машку я вообще дрыщу дрыща нами таким дрыщом росла вообще они в два месяца маленькие такие у меня были худенькие еще и потом пролистовала их у них еще как-то глисты были такое это мои такие первая первая пара была миша один был там хричок и ой боровок я его просто выкормила на откорм а потом уже взяла мальчика гляньте что делается это ж надо пыляка какая это махалёфы это махалёфы так ну шо вы покушали сам еще травки принесу сладненько сейчас покажу сколько они за сутки гадят вот такая кучка у них за сутки это немного это где-то здесь пол ведра будет ну может быть почти так чуть больше и пол ведра это нормально они еще это умудряются у меня сюда срать поилку даже срать представьте прихожу тут вечно навалено кто-то один тут слезу так вот у кого-то жопа как говорится выше всех не знаю кто это кто это из них такое вообще сырун кто-то кто-то из них это точно да машутка моя машутка 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 что пришла что пришла что пришла что пришла моя машутка эти моя машу . маша-маша маша-маша пришла поговорить да покушала пришла пообщаться да такая ты добренькая стала когда покушаешь да ну давай тебе поглажу давай машутку кого разговаривать со мной ой да ладно тебе ой ой что такое с тобой тоже надо говорить да ну давай поговорим давай ой ля разговаривать наш поели давай разговаривать со мной ой травку еще хотите травку муравку, да? Травочку, да? Ну, сейчас принесу, да? Типа, убираю и принесу. Вот такая, вот так свиноматка смотрится сдалека. Будущее. Будущее. Если она будет ею, да? Ой, какая моя девочка. Тоже, конечно, она длинненькая такая. Хорошая, да? Как я вот говорила, пол ведра получается. Ну, это ж не 10-литровое ведро, по-моему. Не знаю, какое-то ведро. По-моему, 10-литровое. Ну, очень, короче, половина получается. Вот за день они мне наделывают тут делу, да? Сейчас травки принесу. Хочешь, полялякать? Да, хочется. Давай еще почешу. Выставила мне свой батон. Почешу, 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 я почешу. Ой, ой, скажи. Я вот такая дева, гляньте, стала. Гляньте, вывалила мне свою эту. Ой, ой. Почешите меня, чешите. Все. Ждите травку. Так, принесла им травки. Ждите, как они уплетают. Я, в общем, теперь им не даю утром и вечером траву. Потому что они наглые, тогда не едят ее. Я вечером уже даю. Утром только дырть, отруби и молочко. И смотрите, как они кушают. Давятся прям. Какая вкусная травка. Вот так. А то уже там постелку с травы начали себе телепутать. Ой, ой, моя девочка. А ну покажи, что тебе. Тебе, по-моему, клещ на голове сидит. Дай я посмотрю. Сейчас посмотрим. Мне, по-моему, клещ на голове. Сейчас надо их просматривать. Сейчас клещей вообще завелось целая куча. Надо смотреть. А ну. Да я посмотрю. А, то не клещ. Ну, а вообще клещей куча. Просматривайте своих там поросят. У кого поросята. Сейчас в это весеннее время. Вообще. Куча при куче. Ой, гляньте. Ой, какая я. Папочку вывалила, вывалила. Стоит. Принцесса. Так что. Ой. Как раз я чуть сяду, посижу, отдохну. Тут что-то я забегалась. С каким удовольствием. Тут, гляньте, какая травка. Тут, значит, вот такой типа, как... Вот такая травка. Не знаю, как она называется. Это тоже бобовая. Потом колосок. Вот такой колосок. Потом сумчатая сумка. Тут попадается трава. В общем, кушает. Что-то она им такая самая больше нравится. Вот эта вот зелененькая, свеженькая. А люцерну что-то они не очень. Хотя люцерну, в принципе, свинья должна больше любить. Может, то, что я к ним приучала. Я же к этой траве приучала все время. Она, наверное, из-за этого кушает такую. В общем, довольная. Вот такие поросята у меня в 2,5 месяца. Даже снимаю еще прям 2,5. Ну, почти там пару дней осталось. Вот так вот. А сколько пару дней? Если у нее 24-я, 24 отнять 11. Ну, без одного дня. Ой, короче говоря, в общем, 2,5. Я просто еще не посчитала. Вот такие девочки. Вот такие мальчики. Большая. Большая, конечно, для 2,5 хорошая. Мне ее прям жалко будет резать. Мне кажется, я ее оставлю себе, эту свиноматочку. Но если опять же не будет, у нас сильно серьезно сейчас по военной ситуации. Потому что у нас опять сегодня вообще гремели так сильно. Что-то опять все накаляется. Как-то опять все начало накаляться не в ту сторону, в которую надо. Думала, она будет накаляться в хорошую. А ну, что-то непонятно вообще что. Так затища перед бурей, как говорится, было. Ну, ладно. Будем надеяться, что все обойдется. Будет без происшествий. А пока что настроение неплохое, в принципе. Ну, все. Буду всем говорить пока. До новых видосиков. Да, кстати, не забывайте ставить лайки и подписываться, кому нравится смотреть мои видосы. Ну, все. Спасибо.